Мы читаем учение 10 сферот, Таф-Рэш-Зайн, пункт 14. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Так, учение 10 сферот, страница Таф-Рэш-Зайн, 14 пункт, текст Ари. Но то, что изменилось сейчас по сравнению с изначальным со временем выхода, Некудот Эйнаем, это то, что тогда была Никуда Кетер на своем месте, одна сама по себе, и за ней Никуда Хохма сама по себе. Точка Кетер это называется Атика, точка Хохмы называется Ари Хампин. Мы говорим о мире Ацелут. Да. И подобным же образом все 10 сферот. Однако теперь добавилось большое исправление, заключающееся в том, что Никуда Кетер продолжилась и распространилась от своего места до низа, поблизости от Сиум-Раглеем-Ак, и это распространение, и это весь уровень называемого мира Ацелут. То есть, мир Ацелут должен распространиться от Табора-Даг до Сиума-Даг. Во все место миров Абия, Ацелут-Брия и Церасия, весь Ниде Гальгальта должен заполниться миром Ацелут. Миры Бия должны подняться в мир Ацелут, включиться в него, и тогда мир Ацелут должен распространиться до Сиума-Агле-Ак. А это Никуда называется Нуква-Де-Ати-Кьомин. Подобным же образом Ати-Кьомин, Захар, возникший из Таамим-Дема, тоже распространился до такого же уровня. Итак, сделали все остальные. Ари-Хампин и Нуква, Абава-Има и Зон, одели друг друга до ступени Зон, так что все Раглаем, Парцуфим, Ацелута, будь то Атик, будь то Ари-Хампин, будь то Абава-Има или Зон, все равны своим окончании, и заканчиваются они вместе немного выше окончания Раглаем-Ак. То есть на Парсе. И там окончание всего Ацелута. Благодаря этому сделались Нешама один другому. То есть каждый облачается в другого. Тот, кто внутренний, называется Нешама, а снаружи его называется Гуф. Итак, каждый внутренний порцов называется Нешама, относительно внешнего порцов, который называется Гуф. И один облачает другого. И кроме того, благодаря этому смогли творения получать высшие света так, как сейчас. Они скрываются и одеваются один внутри другого, еще поскольку их келим увеличивались благодаря тому, что они распространялись донизу, и от этого есть у них сила получить их света, являясь большими келим. В общем, он говорит о всем мире Ацелута и его порцовах. Внизу? 14-й пункт, внизу, страница 607. Та Фрэшзайн. Никуда Кетер продолжилась и распространилась от своего места до низа. Это означает, что одна сфера де Кетера распространилась сама на целый порцов, рож и гуф, называемый порцов Атиг де Ацелут, место которого начинается от табура Ак и распространяется до окончания Ацелута. Причина этого распространения в поднятии нижней Геи к Кетеру. Потому что в Никудим, где нижняя Гея поднялась, в Инаем, в Никуду, в Рождесак, разделилась каждая ступень на две, так что Гальгальта, в Инаем, были высшими, в Ахаб, а Ахаб были нижними. Подобно разделению Абаваима и Ишсуд. Гардубина и Зандубина. Но сейчас нижняя Гея поднялась до Кетера и оказались все десять нижних вышедшими наружу из ступени Кетер, поэтому разделился Кетер и сам стал полной ступенью внутри себя. Так что от Мецах и выше это гар, который в нем, и его рожь, а от Мецах и ниже это гуф и зад, которые в нем. И он называется Атик де Ацелут. И таким же образом делится каждая сфера из десяти сферот Ма на полный порцов внутри себя, рожь и гуф. Одели друг друга до ступени зон. Каждый порцов рождается и выходит из Педы Рожь высшего, поэтому он одевает зад высшего, расположенный от его по и ниже. Немного выше окончания Роглайм-Ак и там окончание всего Ацелута. До порцы. Так как окончание Роглайм-Ак находится буквально в точке этого мира, как говорится, и стояли его ноги на Масличной горе. Однако окончание Ацелута возникло во втором сокращении Ак, так как Бена и зон десяти сферот Нии в состоянии Саг де Ак вышли наружу из мира Ацелут из стали Бе А разобщения, Бе Ады Пруда. И расстояние между окончанием Ацелута и окончанием Роглайм-Ак равно величине ступеней Бена и зон десяти сферот Нии. Об этом сказано в Арии, что окончание Ацелута находится немного выше окончания Роглайм-Ак. Их килим увеличились благодаря тому, что они распространились донизу, и от этого есть у них сила получить их цвета, так как под величиной килим подразумевается множественность экранов, потому что экраны уменьшают цвета, распространяющиеся в такой мере, и пропорции, чтобы смогли цвета существовать в килим. Вопросы, если есть? Не слышу, не вижу. Можно спросить о связи? Какой связи? Ну, между нами. Ну-ну. Есть ли у нас выбор в форме связи между нами? Выбор в связи между нами? Да. В форме связи. В форме связи. Почему это вдруг? Нет. Возьми пример из этого мира. Разве ты выбирал что-то, прежде чем родиться? Нет. Это уже назначено. Кто ты, что ты. В каком обществе. Близкие, далекие, товарищи в школе, в любом месте, все это уже решено. Кроме формы связи. Насколько это зависит от тебя. Кроме этого, у тебя нет никакого выбора ни в чем. Если какой-то выбор в форме связи. Если ты хочешь продвигаться в правильной связи между тобой и другими, то да. А кроме этого нет. То есть, ты не выбираешь саму форму. Ты выбираешь темп достижения правильной связи. А в форме связи между нами и Творцом? Между мной и Творцом? Есть выбор? Нет выбора. Форма... Форма совершенно не зависит от тебя. Передо мной есть сейчас... Я сейчас нахожусь в окружении. До этого момента нет никого, кроме него. С этого момента и дальше. Все в моих руках. Что в моих руках? Или сейчас раскроется... Недостаток правильной связи через всякие проблемы, разбиение, удары и так далее. И тогда я, исходя из этого, увижу, насколько мне есть что добавить, и хочу я или не хочу, и так далее. Или это раскроется само по себе из общего развития, общего управления. Или это раскроется благодаря моим усилиям. И всего-то. То есть, раскрытие... Недостатка исправления. Раскрытие зла. Это зависит от меня. В той мере, в которой я раскрываю зло, в этой мере я могу попросить добро. Если я не раскрываю зло сам, то я добро тоже не могу попросить сам, пока они приходят ко мне так, свыше все. Всего лишь, что мы делаем, мы здесь ускоряем время тем, что в группе учебы мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он раскрывает нам зло до времени. То есть, все наши занятия в форме связи, это чисто такое наблюдение? Верно. Ну, это наблюдение практическое. Все да? Хорошо? Вперед. 15-й пункт, Ари, страница Тафрэшхэт, 608-я. Вот этот цвет новой ма, выходящей из мецах, в Кабале считается восьмым мелахом, упоминаемым в отрывке Вейшлах, который называется Адар, о смерти которого не упоминается в Торе, ибо он не умер, как остальные, а более того, он исправляется и поддерживает существование семи древних малахим, предшествующих ему, которые умерли, как написано выше. Ну, дальше. 16-й пункт, Тедзайн. И потому, что когда вышел, сразу же начал отбирать ступень этих малахим, чтобы создать для нее ступени, Инуква, которые называются Бонн-де-Гейнин, сказано о нем, и воцарился под ним Адар, и имя его жены Мейтабель, как написано в Зор, что до сих пор вообще не упоминал Захар Инуква, а теперь же существует все, как сейчас, есть Захар, Инуква, как и должно быть, упоминается это в Идра-Раба. Ну, ладно. А внизу пока что нет, да? Прекрасно. Ну, так 17-й. 17-й пункт, звездочка, Тет-Зайн, 608-я страница. И нуждаются в состоянии бур, задержки и запаздывания сроком 12 месяцев, как упоминается в Тикуним в статье, называемой «Линия измерения». И причина в том, чтобы исправился весь отцвуд, содержащий 12 ступеней, Атик, Инуква, Арихампин, Инуква, высшие обвыема, Ишсуд, Зон, и Яков, Илея, это 12 полных парсуфин. Поэтому нуждаются во времени ибура, то есть в задержке 12 месяцев. Обновление. 12 обновлений нам нужно, чтобы всякий раз исправить ступень. Высшую ступень. Что такое высшая ступень? Высшую не нужно исправлять. А Малхут, связь между нами, Малхут называется «Кнесет Исраэль», когда мы входим туда, чтобы исправиться, связаться с другими, тогда, согласно уровню связи, называется, что Малхут поднимается, она не поднимается, она просто уподобляет себя в мере связи между всеми ее частями с Ирампину и Абвейми до Арихампина. Да. И так проходят 12 изменений, которые называются «12 месяцев». Дальше. Да. Вопрос Орона из Натании. Что значит, что Сиум Раглей Ак на точке этого мира буквально? Касается и не касается, написано, точки этого мира. Малхут Ацилута, которая произвела сокращение. После сокращения она хочет дойти, как хозяин, до формы, до свойств Кеттера. И не хватает всех девяти свойств, как Кеттер относится к ней, к себе, внутри нее, чтобы принять все эти девять первых, внутрь своего желания получать и построить из этого отношение к хозяину, к Творцу, точности, как он относится к ней. Та же Малхут называется точкой этого мира. Насколько она может воспринять девять первых внутрь себя, это называется все эти порцуфы, которые мы изучаем. Сама точка называется желание получать, собственно, желание получать в чистом виде лево-эвы. А все остальные желания, которые могут включиться с девятью первыми, они представляют у нас подъем душ из места разбиения до бесконечности до Рож-Гальгальта. До Педа-Гальгальта, по сути дела. Потому что Рож это что-то новое. Нет военцов бесконечности Рож, там есть только Гуф. Получается, что что происходит у нас? Если ты возьмешь круг, если ты берешь круг, внутри этого круга точка этого мира. Точка этого мира. Малхуд де Малхуд, которая не способна сделать ничего. И поэтому на нее у нас есть цинцумали в первое сокращение. Высший свет сейчас представляет этой Малхуд свои свойства. Берет их от окружающего света. Здесь называется окружающий свет бесконечности. линия линия или девять первых. А здесь у нас есть кроме сокращенной Малхуд есть еще Малхуд. Пхенадалит, четвертая стадия, которая все же может принять девять первых. Это называется Малхуд миров. И она может согласно этому построить на них свой отраженный свет обратно. Как есть в ее направлении вот здесь прямой свет. с чем мы работаем? Мы работаем мы работаем с Малхуд миров миров. миров это девять нижних лучше сказать не девять нижних а Малхуд миров равняется отраженному свету. Лучше сказать так. Девять сферот отраженного света. Малхуд первого сокращения остается всегда сокращенный догмартикуна. Все. Дальше. 17 пункт Ор Пними 608 страница Таф Реш Хэт пункт Юдзайн Ор Пними Ибур задержка и запаздывание сроком 12 месяцев. Уровень Малхуд представляющий собой самый сокращенный из возможных хоккнут называется словом Ибур от слова Рва и Гнев и Диним как написано и разгневался на меня Творец из-за вас. Однако здесь нужно понять что это три сферы по толщине внутренний смысл три линии называемые НИ так как объект меньше этого не называется Парцув как пишет Ари И говорится и вот колодец в поле и лежат над ним три стада овец которые есть на И потому что несмотря на то что весь уровень это лишь одна сфера Малхуд но но также есть там и исправление линии то есть там три качества правая левая и средняя и эти три качества присущие уровню Малхуд называются Нецах Гот и Сод и потому мы различаем их расположенными по толщине один возле другого чтобы показать что несмотря на то что есть там три сферы они совершенно не увеличивают уровень Малхуд и все три находятся на уровне одной сферы ну поскольку есть три линии то так мы их называем и суть месяцев Ибура обновления светов которые порцов выводит и раскрывает в продолжении состояния фаз Ибура составляющим либо 7 месяцев либо 9 месяцев либо 12 месяцев так что каждое обновление Хидуш в свечении называется словом месяц Ходеш и здесь говорит Ари что этот Ибур составляет 12 месяцев чтобы раскрыть 12 порцуфим и причина в том чтобы исправился весь Ацелуд как мы хотим войти в связь хотим начать ощущать где свойства связи между нами это называется месяца зарождения Ибура как каждый связывается с другим где тут должна быть сеть между нами это называется что мы раскрываем месяцы Ибура есть или 7 или 9 или 12 месяцев Ибура зарождения то есть обновление которое мы должны раскрыть чтобы потом построить из этого живую целую систему которая родится которая начнет самостоятельно делать что то говорится только о системе в духовном нет чего-то другого только системы относительно нее об этой сети мы говорим или она находится в Ибуре или уже она обновляется и является мы видим в ее действиях и в той мере в которой мы можем участвовать в этом называется что мы раскрываем духовное и тогда эта система это взаимные изменения разнообразные но зачем мы действуем между собой скажем так как будто у нас есть какой-то общий ребенок бэби мы действуем между собой чтобы растить его чтобы он прибавлял вес был более здоровый более радостный и так далее допустим так мы выращиваем эту сеть и ожидаем в ней раскрыть творца ясно ну 17 пункт Орбними в середине причина в том чтобы исправился весь ицелут содержащий 12 ступеней это значит что благодаря поднятию ман на уровень называемый в кабале мецах являющейся ступенью бенады кетар там выходят 10 сферот на уровень малхут что называется словом бур как говорится выше в предыдущем абзаце вот этот ибур должен исправить весь ицелут целиком до конца и так как это 12 ступеней требуется 12 месяцев дело в том что так как все ступени которые измельчились упали и разбились во время швиратки лимды никудим все они вместе поднялись в качестве ман для этого ибура как сказано уари что они включают в себя абсолютно все порцуфы миров ацелут и бия так как поднялись все 4 ступени ахураем аббовы и мейлаин и и шсут включенные в распространение трехлиний кахаб которые вернулись и собрались вверху как говорилось выше также 7 святов уришемота оставшихся от 7 милахим упавших в бия и так 4 ахураем аббовы и шсут включают все порцуфыгар которые вышли в ацелуте а 7 святов включают зон 4 миров ацелут и бия ведь все миры включены в ман поднявшиеся для зевуга в кетер и потому все непременно должны справиться посредством зевуга этого ибура за месяцы ибура вопросы они сегодня способны ничего воспринимать я вижу кроме тебя ну раф сказал прежде по поводу хидушим обновлений месяцев 7-9 да ибур может быть или 7 или 9 или 12 месяцев вы добавили вы сказали что мы должны построить что такое построить что мы должны построить это я тоже не знаю я записал когда вы это сказали вот эти обновления хидушим какие обновления обновления связи между нами у тебя есть разбиение разбиение в связи между нами и мы исправляем разбиение нечего больше делать исправление приходит к нам или волей неволей хотим мы того или нет согласно времени которое называется тогда быита в свое время что это произойдет или ахишена если мы ускоряем время Исраэль ускоряет освещает время ускорять время неудобно нехорошо почему со временем я получаю страдания давление разные желания вперед короче со временем я делаю это в комфортабельном удобном легком виде почему есть поддержка народу в любом случае все у всех есть проблемы ну так у всех вызывать исправление самостоятельно чтобы я исправлял быстрее чем весь народ для этого мне нужны проблемы мне нужно раскрытие хиссаронов это называется проблемы несчастья как я пойду навстречу им кто способен пробуждать какие-то проблемы на себя самого исходя из нашей природы мы исследователи природы понимаем что это невозможно что если я вызываю на себя какую-то проблему я уже планирую какой у меня от этого выигрыш то есть это уже не проблема это уже очковтирательство это уже ложь если я не способен раскрыть места избиения это называется проблема я просто нахожусь в них в тяжелых состояниях разные удары с разных сторон как это возможно говорят это возможно не через эту методику когда ты получаешь удара оставь удара ты можешь раскрыть то что тебе нужно исправить через то что ты будешь упражняться в окружении возьми людей которые хотят так же как и ты прийти к исправлениям и начинайте между собой организовывать сеть связывающую вас больше того сверху нас тоже приводит в такую сеть связи между собой которая называется группа нас приводит свыше мы только должны сейчас раскрыть эти связи исправленные связи между нами строение это объединение разбиений да и связь не связана с соединением разбиений то есть мы связаны несмотря на то что мы в состоянии разбиения не понял связь между нами связь между нами разбита разбита но есть связь разбитая разбитая связь поэтому это называется разбиение то есть начало встречи с группой в состоянии разбиения нет нет еще нет мы находимся в группе в состоянии когда нет никакой связи в начале когда человек приходит у него нет никакой связи с другими как в человечестве до последнего времени есть связь да такая связь что мы можем помогать друг другу зарабатывать друг на друге то что называется мы сосуществуем платим за аренду места электричества мы организуем разные мероприятия мы такова связь это как было в человечестве до последнего кризиса последний кризис демонстрирует человечество что связь существует и более тесная более крепкая и она разбита две вещи раскрылись в этом кризисе более сильная связь чем раньше которая называется глобальная интегральная и что связь эгоистическая из двух этих параметров возникло плохое состояние зло потому что интегральная форма требует чтобы мы были в хорошей связи между собой если мы взаимозависимы а если мы зависим но связь плохая то нам плохо то же самое и в группе в группе раскрывается связь между нами постепенно начинаются проблемы когда тогда когда мы начинаем работать над объединением когда мы начинаем говорить о распространении говорим об объединении когда говорим об Орвуте говорим об объединении сразу вскакивают люди говорят мы не хотим этого вот так люди которые не хотят этого они по сути дела обнаруживают что если мы начнем заниматься связью между нами то мы раскроем плохие вещи плохие состояния и зачем они нам продолжим по другому то есть есть в их защитной силе это не наука каббала это наука каббала давайте просто будем учиться это наука каббала не надо связываться в связи между нами и в группе и в мире есть те же самые пути только в группе ты можешь их очень сильно ускорить правильным отношением где ты исправляешь что ты исправляешь и с помощью чего ты исправляешь где ты исправляешь ты исправляешь разбитую связь между членами группы что ты исправляешь взаимную ненависть взаимное отторжение все что раскрывается тебе твоим вкладом в учебу в объединение и это приходит как раскрытие света возвращающего к источнику ты обнаруживаешь благодаря вкладу благодаря света возвращающему к источнику прежде всего зло прежде всего плохую связь между вами никто не хочет это раскрывать начинают видеть а это тора это не каббала что мы делаем мы наоборот мы хуже чем другие зачем нам это и так далее поэтому называется знание тора противоположно знания обывателей потому что очень тяжело таким путем продвигаться потому что я вижу перед собой всегда разбитые состояния еще более разбитые и мне нужна большая поддержка от книг от каббалистов от групп от учителей чтобы все время давали мне подкрепление что я продвигаюсь правильным путем потому что я собственными глазами вижу что это неправильно я вижу согласно нету судей больше чем вид этого глаза только я вижу я вижу что это нехорошо разве это тора это награда за нее то что мы раскрываем с помощью этого вклада который мы даем где такого видно и люди убегают убегают что делать то есть все еще не готовы платить то что требуется для того чтобы достичь цели и в общем вся наша работа это раскрыть зло и раскрыть его в таком виде чтобы чтобы мы не смогли согласиться с ним больше удерживаться в нем а должны были бы исправить и мы сможем заплатить за исправление для того чтобы прийти к хорошему состоянию хорошее хорошее называется когда я думаю только о других а не о себе и заботиться только о них и не заботиться о себе и это для меня называется совершенное состояние ты понимаешь какие выяснения какие изменения нам нужно проделать и вызвать их самостоятельно на себя с радостью потому что если не с радостью они не придут это признак того что ты не хочешь если я хочу исправить себя я раскрываю зло в себе насколько я страдаю я радуюсь этому что раскрылось такое место где я страдаю меня режет и я рад и целую руки тому кто бьет меня как Рабаш объяснял что его бабушка учитель бил и нужно было целовать руку как это возможно поддержка от группы поддержка от окружения и потихоньку все таки тем что нет выбора правильность пути величия цели да вчера на семинаре в конце семинара вчера я думаю было такое великое открытие мне что такое любовь прежде всего большое спасибо вам за это почувствовать любовь это неплохо именно смысл любви не почувствовать любовь ну Раб знает и реакция группы была решение укрепиться усилиться в утренних уроках это видно было на экранах это так и я хотел сказать что это решение реализация это очень хорошо но это не освобождает нас от того чтобы прийти к реализации любви присутствия на утренних уроках я почувствовал что это не уловилось и мне кажется я был прав в этом а вопрос почему это не воспринялся если я был прав это очень важно это добавка прав ли я почему это не было воспринято это важно по поводу того что правильно это или нет что пробуждение которое было по моему мнению должно было нас привести к более глубоким выяснениям к реализации любви а не к действию какому-то к такому религиозному как будто мы ходим на урок и это как-то наша религия да это притягивает свет конечно это направляет на цели конечно это все желательно пробуждает большое воодушевление но то что мы пришли к вопросу о любви что такое любовь для меня это было очень новым и не только для меня почему-то не пришло к точке я не хозяин сердец своих учеников если это воспринято воспринято не воспринялось так нет недостаточно есть опыт чтобы не наказывать людей ни за что кроме механических вещей которые человек должен делать и за них тоже допустим не пришел на дежурство или что-то и за это тоже ты знаешь есть разные состояния из моего опыта я готов прощать все все именно так потому что я видел по себе насколько у меня нет силы вообще ни на что да может быть Раф готов прощать а я хочу требовать в группе я даю тебе палку и ты будешь делать я не могу я боюсь брать палку я кричу то что относится к профессии работа предприятия там я готов но все но в духовной работе я не могу ничего просто нет места где ты способен войти сделать что-то ты украдешь у него усилия украдешь у него действия это как ты отрезаешь от мира какую-то часть которая потом не будет хватать гамартикуня ты просто не способен это сделать не способен это те вещи которые ты не можешь так что же тогда ускорение времени ускорять время это пробуждать группу в общем чтобы она я никому не отношусь индивидуально никому потому что это не поможет он должен получить пробуждение от окружения он от меня не получает пробуждение я в общем даю окружению группе общее пробуждение но частное каждому это зависит от человека насколько он включается в окружение я тут не способен сделать ничего то что я делаю это специально могу показать ему что я пренебрегаю чтобы так немножко взбодрить его сдвинуть с места и все не более этого я очень ограничен в этом в воздействии наученика он должен исправлять себя сам а тот кто действует у него прежде всего это окружение а на окружение я уже могу действовать влиять то есть раскрытие любви это вещь хорошая я рад слышать но нужно молиться влиять на всех на всех наших товарищей по всему миру чтобы они действительно пробудились но это зависит от моего желания не зависит от моего желания зависит от моего желания не от слов все мы должны хотеть хотеть как Балесулам пишет в своих письмах самое эффективное воздействие на все это мысль это мысль ну я виделся сегодня утром я сидел с товарищем с товарищем я уже привык с ним вместе сидеть чувствовать мы строим любовь и он понял меня я ему сказал ты помнишь я тебе тогда сказал никто ничего не услышал я ему сказал задай вопрос на уроке я спросил его я ему говорю я спрашиваю тебя я не хочу спрашивать на уроке может быть это и неправильно ведь Рав говорит только желание только желание тогда я молчу я в любом случае вижу что мы продвигаемся и темп не удовлетворительный но неплохой неплохой нужно благодарить прежде всего прежде всего благодарить за то что есть это первая реакция должна быть просто инстинктивной такой вы сблагодарите за то что мы достигли после этого в этом благодарении должно быть понимание что это то что полагается на максимум то что он способен дать он дает творец способен согласно ограничению нашего хилим не то что он ограничен то есть прежде всего это благодарение от всего сердца за все что есть огромный подарок ты получил ты еще не знаешь что ты получил потому что в общем ты все время раскрываешь что есть в тебе и все и будем надеяться что нам предстоят еще дни сейчас у нас есть особый день здесь мы тоже будем производить работу потом у нас есть конгресс в Риме я думаю что очень сильная группа и подготовила себя хорошо я снова приглашаю всех наших товарищей со всей Европы приехать туда и принять участие вы обязаны просто быть на этих семинарах практически я не приглашаю отсюда приезжать туда конечно никого я ожидаю там видеть только европейское кли не надо туда спешить я не хочу вас там видеть вы должны иногда оставаться одни и чувствовать что вы одни немножко насколько это одни и привыкать сидеть перед экраном а потом у нас есть неделя суккота мы сделаем очень много упражнений каждый вечер каждое утро есть люди которые работают мы не будем посередине дня ничего устраивать только утром и вечером люди пусть работают я как раз думаю что человек пусть работает ничего ему делать в течение хотя у нас есть там тоже особое мероприятие очень собрание такое в парке берешит и туда мы тоже приглашаем всех совершенно включая гостей и родственников каждого то есть у нас есть множество действий а потом посмотрим после праздников может быть мы сможем часть утреннего урока не каждый урок конечно чтобы вкус не потерялся так не стало привычкой это нехорошо мы сделаем как-то может быть еще раз в неделю утром еще раз семинар нужно только посмотреть этапы как мы продвигаемся каждый семинар должен быть это как верстовые столбы вехи в котором мы продвигаемся между ними есть причина и следствие по этапам сейчас мы прошли особый этап в объединении на севере все хорошо есть еще один занудок да ну доброе утро раф что есть есть вот статья шамати в книге труды я его не понимаю можете ли вы мне объяснить его тут говорится и всегда поднимают его и он чувствует себя неправедным в настоящем состоянии если человека хотят продвинуть то ему всегда показывают насколько он не в порядке насколько он разбит насколько он не находится в связи со своими товарищами насколько он пренебрегает имя и так далее в том месте в котором он должен выполнить исправление ему показывают насколько он неисправлен а как же в этом состоянии он может находиться что он делает пусть только ему показывают что он должен делать он говорит большое спасибо что ты показал мне что я не в порядке потому что сейчас я знаю что нужно исправить и где мне нужно исправить себя но давайте я попробую нет я вижу что я не хочу дай мне желание побольше дай мне силу побольше дай мне необходимость потребность возможность объясни мне как это сделать тогда он обращается со всеми этими проблемами к творцу потому что он хочет реализовать себя хочет исправиться а творец показывает ему где он неисправлен и он спрашивает дальше давай 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 мне во всем на каждую частность посмотри что мы делаем передо мной есть группа я не могу жить с этой группой без творца мне все время нужны силы чтобы все время быть в группе реализовывать то что я получаю от нее и говорю ему так дай мне разум я не вижу что мне нужно делать дай мне силу я хочу выполнить то что я сейчас понял что нужно выполнить дай мне сейчас увидеть где еще есть сбои почему это не получается почему так это называется пойдем к фараону это называется пойдем к фараону возьми меня говорит творец в нас в точке в сердце и пойдем вместе Я научу тебя, как это делать. А кто такой фараон? Фараон – это взаимная ненависть между нами. Разбиение в группе – это называется фараон. И тогда мне нужно все время советоваться с Творцом, как мне исправлять мое отношение внутри группы. И получается, Исраэль, Торо и Творец одно? У тебя есть тут? Три эти вещи связываются вместе? Я хочу продолжить. Тут внизу написано. У него всегда есть наслаждение, простите, претензии, естественно, и не может он... Оправдать Творца, как он ведет себя с ним? Ну? Да. Объясните мне немножко, потому что я... Но человек осознает это, что у него есть претензии к Творцу, за то, что Творец не ведет себя с ним, как это должно быть, как ему кажется, что должно быть. То есть он видит нынешнее состояние, как он проходит, как у него есть критика к тому, как Творец ведет себя с ним, и вместе с этим он чувствует, согласно своему желанию его получать, насколько он требовал, чтобы Творец вел себя по-другому. Творец вел себя по-другому. Холодным разумом смотрит и видит, что ты не должен быть такой. И две эти вещи существуют одновременно. Так я должен в это время сказать себе, допустим, когда я раздражаюсь, чтобы я этого не делал... То, что я говорю себе, прекрати сердиться за него. Спасибо, Раф. Это нормальный парень, что у него есть, он идет так очень простым, естественным путем, без премудрости. Это хороший признак. Он раскроет все. Да. Из Элата спрашивают, должны ли достичь разных кризисов, споров, криках, или можно раскрывать разбиение каждую минуту? И что делать после того, как раскрываешь разбиение? Если мы стараемся войти в группу и начать копаться там, что еще нужно, чтобы мы раскрыли эту связь между нами? Хорошая она или плохая, неважно, пусть только раскроется. Нам нужно раскрыть правильные отношения между нами. Фараон, фараон. Страна Израиля, страна Израиля. Пустыня, пустыня. Мне не важно, что. Это может быть несколько этапов. О Вавилоне мы уже не говорим. Мы говорим о том, что это или раскрывается как Египет, фараон, или это раскрывается как пустыня, или это раскрывается как земля Израиля. Вот так. Мне не важно, как это раскрывается, я хочу знать истину. В каком состоянии я сейчас нахожусь. Это очень важно мне. И в соответствии с этим, с тем, что я раскрою, я обращусь к Творцу. Или как муше в Египте, или как муше в пустыне, или уже как мужи Великого Собрания, или там цари в земле Израиля. Это уже мы потом узнаем. Об этом нужно понимать, что написано в Писаниях. Пророки и Писания, это надо понимать, это непростая вещь. Высокий уровень. Слишком. Но Египет, мы можем, мы обязаны сейчас это раскрыть как можно быстрее, пройти исправление, то есть 10 казней, ударов. Когда мы раскрываем, насколько мы все-таки плохие, сделать ничего нельзя. И пока мы и воскричали сына Израиля от работы, пока мы поднимаем руки, только Творец может нам помочь. И тем самым мы обязываем его раскрыться между нами, потому что без него мы не можем. Злое начало отталкивает его, я буду править. Я должен раскрыть, что без него это невозможно. И тогда называется, что в том же месте, где был Египет и фараон, раскрывается гора Синаай, но уже когда мы находимся против нее, и тогда мы ищем тогда, что делать, раскрывается сила, которая называется Тором. В том же самом месте есть тоже желание получать, разбитое желание получать, которое мы все больше и больше обнаруживаем и исправляем. Моми. Как? Моше. Прекрасно, не Моше, а Моше. Моиша. Ну, не важно. Да. Здрасте, Раф. Что такое? Далит Ахураем, Абавиима, Илаин и Ишсуд, которые включены в третье распространение. Гарда Целут. Парень спрашивает, по делу никакой. Прекрасно. Абавиима, это Хохма и Бина. У них есть собственная часть, как у Абавиима, папа и мамы, как они сами, взрослые люди. И есть у них часть, которая принадлежит их детям. Это называется Ахаб. Матка. И там есть свет от Абы и Кли от Имы, как матка с плодом внутри. И оттуда они дают вниз зону. Абавиима сами, в общем, разделяются на высшие Абавиима. И Исраэль с Абавиитвуна. Есть две пары. Абавиима и Исраэль с Абавиитвуна. Ишсуд. Ишсуд, нижняя часть, дает часть, маленькую часть детям. Зон Абавиима дает большую часть. Поэтому это называется четыре Ахураем. Ахураем де Абы и де Има. Ахураем де Исраэль с Абавиитвуна. Четыре всего. То есть четыре источника светов Хасадима и Хохма, которые приходят к нижним. Свет Хасадим передает нижнему, ну, если можно так сказать, приблизительно скажем так. Орхасадим дает нижнему свойство Хасадим. Отраженный свет, любовь, отдачу. А свет Хохма уже приходит из этого Клида Хасадима. И в мире Кли Хасадим облачается в него, облачается в него внутрь Света Хасадима. Вот так это происходит. Что имеется в виду? Тут написано, что они поднялись, если они упали. Ахураем де Абавиима де Ишсуд поднимаются в тот момент, когда они ощущают хиссарон от зон, от сыновей. Если нет хиссарона, они не поднимаются. То есть не ощущаются. Они в падении внизу. То есть сердце, допустим, матери все время находится с ребенком, в ребенке. В тот момент, когда ребенок какой-то там крик выдает, хочет что-то, сердце ее сразу реагирует. И тогда она ощущает, что есть внутри этого ее сердца, части, которые находятся внутри младенца. И согласно этому она работает. Это называется, что она поднимает хиссарон ребенка, поднимает его в своем ахураем. Но здесь, в отличие от Задда Целута, это Парцуфим, которые не разбились, подняли Ман и построили Гарда Целута. Нет, кроме Зон ничего не разбилось. Гарда Целута, Атика, Арихампин и Абавиима, включая Ишсут, не разбились. Не разбились. Атика и Арихампин соответствуют Кетеру Ацелута, Абавиима да Ишсут соответствуют Абавиима... Соответствуют Кетеру Никудима, Абавиима и Лаин Ишсут против Хохма и Бина, или Абавиима да Никудим. Они не разбились. Они отменились от выполнения своей функции. А Зон разбились? Зерампин и Малхот. По поводу усилия, есть мысль о вознаграждении или наполнении Хессарона. Все время это постоянно находится в голове. Во время усилия, что думать об определении Хессарона или о наполнении? Я не понимаю. Как я могу прилагать усилия, если не знаю, о чем думать? В момент усилия я думаю, на кого я совершаю это усилие. Если ты спрашиваешь, кому я приписываю это усилие? Кому или ради кого? Как сказать? Не знаю, ну, ради кого? Для кого, скажем. Перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части и споем вместе песню. Перейдем к следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok